Что посеет человек, Кто и пожнет, Сеющий в плоть свою от плоти Пожнет тление, А сеющий в дух от духа Пожнет жизнь вечную. Послание апостола Павла к Галатам, Глава 6, стихи 7-8. Это сегодня. На живописном берегу Нерчи Раскинулся один из древнейших городов Забайкалья, Нерчинск. А когда-то, еще до прихода Русских землепроходцев, Именно здесь, в этих благословенных местах, Родился легендарный Даурский князь Гантимур. Ему суждено было Стать родоначальником российских дворян В Забайкалье, Сыграть большую роль в закреплении За государством российским Забайкальских земель И собственным примером Привести тысячи душ К истинной православной вере Все, что даруется тебе небом, Не жалея для людей Добро из себя выпускает, А зло в себе подавляет Не радуйся плохому, Даже если тебе от него польза Это древнейшие наставления И свода законов Иты, Которые через несколько поколений Пронесли немногочисленные племена Тунгусов, Даур, Эвенков, Населявшие в XVI-XVII веках Забайкальские земли. Сама величественная природа Даурии и Барги С ее бескрайними степями, Кристально чистыми реками, Живописными сопками и вольными Ветрами уносит Человеческую душу куда-то в неведомую ввысь К самому Творцу. Тех людей, которые мы сейчас называем Коренными народами, И не только Забайкалье, И Якутии, Камчатке и прочее, Для нас, людей, Которые мы считаем себя цивилизованными, Это кажется, что Первобытный строй какой-то, Удивительный строй. Но как это не удивительно, В этом первобытном строе Сохранялась нравственность Куда более глубоко, Нежели вот в нашем Образованном обществе. И святый Ленокентий отмечает И честность, И преданность слову, Преданность веры, Причем он отмечает о том, Что некоторые из них Вот после крещения Практически ни разу не причащались, Но при этом За все благодаря от Бога, За ту пищу, которую дает. И, кстати, когда не дает, Вот они уверены, Что это Бог так решил, Дать или не дать. Искренность, чистота, доброта. Вот они отмечают готовность Помочь друг другу, В ущерб, кстати, казалось бы, Даже самим себе. Иди по следу только достойного человека. Не бойся трудностей, Без них не проживешь. Так воспитывал и Батурхан Алака Своего сына Гантимура. Впитав законы предков, Юный князь стал сильным, Волевым человеком, Доблестным воином И справедливым правителем Нескольких родов. Охотничьи племена Ивенков, Оседлые Пашинны Дауры, Конные Тунгусы Хамниганы, Все они, проживающие Пашилки, Анону, Аргуния И Верховья Мамура, Считали Гантимура Своим князем-защитником И сохранили во многочисленных легендах И сказаниях Образ великого правителя С железной волей. Его имя с Венкийского Так и переводится Железный Лук. Таким князь предстает И в подлинных архивных документах. Вот что написал о нем царю Алексею Михайловичу Русский дипломат и географ Николай Спафарий. А тот Гантимур лучше всех твоих. Великого государя Тунгусов. Муж великий, храбрый, будто исполин. Девять жен у него, а детей больше тридцати. Все вооружены, кроме дочерей. А племя его соберется больше трехсот человек. Все в куяках с копьями. О местных народах Московский посол Иностранец по происхождению Избранд Иденс написал Дауры – отличные стрелки из лука. Хорошие земледельцы. Сеют ячмень, овес, проса. Имеют превосходные стада. Ездят на валах Так же, как и на лошадях. Черты лица у них монгольские. Летом они одеваются в бумажные ткани, А зимой в звериные шкуры. Они составляют независимое племя, Избирающее себе главного начальника. Говорят на тунгусском языке. Год рождения князя точно неизвестен. Предположительно, 1610. И поставлена точка в спорах историков И о его происхождении. Его большинство исследователей Считает его тунгусом. Хотя есть те, кто считает, Что он принадлежит к даурам, Народности, которые сегодня проживают На территории Китая. Российские историки все-таки Придерживаются тунгусской. Версия, что он был главой, ханом Целого ряда тунгусских племен, Которые прежде всего населяли Юго-Восток Забайкалья. Исследователь Александр Соломин Пишет, что проводилась Генетическая экспертиза, Которая подтвердила Тунгусские корни князя Гантимура, Но в то же время он отмечает, Что еще в 13 веке, За 4 столетия до рождения Гантимура, Даурские племена пришли В верховье Амура, И тунгусская знать Породнилась князьями Даурского рода Елю. Территория Забайкальского края И сейчас, и тогда Это был котел Смешением многих национальностей. Настолько богата Этническая история, Что даже о князе Гантимуре До сих пор нет точных сведений. Мне очень понравилась Цитата из исследований Александра Соломина, Который назвал Князя Гантимура Дауром тунгусского По происхождению Рода Баегир. У каждого тунгусского рода Были свои тамги. Родовой знак, штамп, То есть тамги могли Ставиться на животных, Как лейма. То есть мы могли знать, К какому роду Принадлежать то или иное Стадо, к примеру. Во-вторых, Это получается печать, Подтверждающая, Что представитель Того или иного рода. Знак сабли Это нелигирский род. Соболь Это колтагирский род. Белка Это луникиры. И вот лук С тупой стрелой Это баегирский род. В 17-м, начале 18-го века Гантимуровы Использовали вот этот знак. Тупая стрела Это вообще как бы стрелы, С которыми охотились на соболей. Не военный лук, А вот лук охотничий. В одном из поздних документов Енисейский воевода Передал слова самого Гантимура О годах его вольной молодости. Жил Дион Гантимур Прежде всего в Даурской земле По великой реке Шилки. В исачном платеже Ни под кем не бывал И Исаку Дион Никому не плачевал. Овладел Дион Многими даурскими пашными людьми. А Исак Дион платили И пашню пахали Те даурские люди На него, Гантимура. И за малолюдством Дион Гантимуровым Тех его пашиных людей Овладел китайский Багдыхан. Багдыхан был вовсе не китайский. В начале 17 века Почти одновременно с появлением русских С юга на мирные племена Даурии Начали совершать набеги воинственные манджуры. К тому времени Они объединились в единое ханство. Хан Нурхатцы, А затем его сын Хунтайдзы, Больше известный под именем Абахай, Где жестокими набегами, Где торговыми связями, Где брачной дипломатии Подчинили соседние земли И начали военный захват Ослабевшего от внутренних Междуусобиц Китая. С князем Гантимуром Хан Абахай установил Родственные отношения. Одна из 14 сестер хана Стала первой женой Князя Гантимура. А в 1636 году Абахай провозгласил Династию Цин, А себя китайским правителем. Так получилось, Что князь Гантимур Стал родственником Китайскому императору. Хотя до полного завоевания Китая манчжурами Оставалось еще 45 лет. Однако в жизни князя Особо ничего не изменилось. Она была размеренной, Мирной и относительно свободной. В 40-х годах В Забайкале Стали появляться русские. Традиционная почитаемая икона Здесь у нас В Забайкале, Прибайкале, Забайкале Это икона Знамения Пресвятой Богородицы. В то время Севера России, С Новгородчини В первую очередь Сюда приходили первые Переселенцы Или посланцы, Которые вот С этими иконами шли. Особым знаком Как раз несения веры Было то, что Первые пограничные знаки Российские Это знаки В виде креста. Или там, где возможно Поставить крест Непосредственный крест, Или зарубки Какие-то В виде креста Или даже В виде креста Сложенные камни. Приходит человек На новое место, Крестьянин На новое место. Он сначала ставит крест. И иконы, И кресты, И церкви, И храмы. Но главное Была это вера, Которая в их сердцах жила, Даже независимости, Какой-то грубости, Может быть, нравов. Человек разный. Я имею в виду По внутреннему устроению. Но всегда Это было с верой Сопряжено. К первым русским, Приходившим Из Баргузинского острога, Гантимур Отнесся с большой симпатией. Когда он увидел Их доброе житие, Уважительное отношение, Мирное расположение, То даже без всякого Принуждения Волею своею Давал Ясак. Например, Русскому ясачному Сборщику Якуну Сафонову Для московского царя Он дал 73 соболи И 3 лисицы. Гантимур Почти перешел В подданство Русского царя. О нем Даже Бикетов Написал. Тот князец Радеет государю И примит Со всеми Своими Улусными людьми. Когда на великой реке Шилки Появился посыльный Бикетова Казак Максим Уразов Авторитет Добрых русских В глазах Князя Гантимура Просто рухнул. Уразов Нагло предложил Гантимуру Стать Аманатом То есть Заложником. Грубо стал требовать Ясак Без спроса Рубить острог Прямо на территории Нелюдов Местных улусных Людей князя. Вдобавок ко всему Пришло ужасное Известие о том Что Хабаров Ограбил И жестоко Расправился С родственниками Гантимура И устроил Бесчинство В тунгусских улусах. Все это Привело князя В ярость. Он со своими Воинами Как смерч Пронесся По только что Построенному Нерчинскому острогу Сметая все На своем пути. А через Некоторое время Сжег дотла Иргенский острог И укочевал Со всеми Своими людьми На реку Наум Приток Сунгарии Маньчжурские пределы. Несколько раз Бикетов посылал Казаков Чтобы извиниться И вернуть князя Но тщетно. Это был Свободный шаг Свободного человека Каким он и был Всю свою жизнь. Он глава Целой области. И свободу Перемещения Кто регламентирует? Кто ему может Навязать эту волю Пойти туда Или сюда? Если бы Вот эта воля Его явилась В обратную сторону Чтобы продолжать Войну с Россией То неизвестно Был бы Дальний Восток Принадлежащий Абахат К тому времени Умер. Сыны продолжали Захватывать Поднебесную. Гантимур Как опытный Предводитель И воин Человек Крутого нрава Пользовался У нового Багдыхана Покровительством. Много лет спустя Внуки Гантимура Ларион И Лазарь Челобитные Напишут О своем Дети. И эти сведения Благодаря документам Сибирского приказа Дойдут до наших дней. Прошлых Дедавних годах Дед их Гантимур Служил Багдойскому Царю Четвертным Боярином И был Владетель И имел Под собою Воины. Служил В китайском Государстве И брал Жалование По 1200 Лян серебра Это 9 пудов До 3 Коробки Золота. Тем не менее Гантимур Не питал Иллюзий По поводу Истинного Отношения Манчжуров К нему И к его Соплеменнику. Все было основано Лишь на расчете И выгоде. Никогда Здесь его дети И его народ Не обретут Настоящей свободы. Долгих 13 лет Прожил Гантимур Наун Реке И в 1667 Году Вернулся В родные Края На Шилку А с ним Постепенно И все 20 родов Это Более 500 Человек Что Произошло Почему Он решил Вернуться Об этом Можно Только Догадываться По версии Китайских Источников Переход Князя Был вызван Несправедливым Судебным решением Манжурских Властей По его Семейной Тяжбе Соснохой Русские Историки Пишут Что Багдыхан Отправил Отряд Гантимура Воевать С русскими Но князь Этого Не захотел Его соплеменники Говорят Что всякий Кочевник Почуев старость Всегда возвращается На место Где он родился Прах его Должен Покоиться На родине Как бы там Не было Гантимур Навсегда Вернулся В родные Места А там Были уже Другие Русские Одно Дело Было Допетровская Россия И когда Здесь В основном Присутствовали Воинские Части В виде Казаков Которые Иногда Из самых Разных В том числе Далеко Не морально Высоких Качеств Людей Составляли И другое Дело Когда Почувствовалось Укрепление Государства Российского Когда Здесь Появились Уже Регулярные Воинские Части Русских Становилось Все Больше На этой Территории Поэтому Сила Их Почувствовалась И Гантимур Перешел Под руку Русского Царя Судьбоносный Выбор Был Все-таки Сделан В пользу Перехода Российское Подданство И Конечно Князь Гантимур Увидел Преспективу Увидел Возможности Увидел Как живут Русские Может быть Какая-то Азиатская Хитрость Повлияла То есть Изначально Все-таки Мы понимаем Что он Сделал Выбор В пользу Выгодного Положения Ориентировочно Ему было 30 детей И понятно Что Хотелось бы Для них Хорошего Будущего Он увидел Что здесь По-другому Живут И Взаимодействие Если Между Двумя Народами Ближе Оказалось Действительно Вот Это Население По духу И В то же Время Российская Империя Давала Ему Определенную Независимость На этой территории Цинские Власти Были В ярости От побега Контимура Они Понимали Что Вся Военно-политическая Обстановка В регионе Теперь Кардинально Изменится Они Требовали От русских Выдачи Князя Больше 20 лет Погони Угрозы Подкупы Ничего Не помогало Многие За ним Дедом От Багдойского Царя Погони Были И От тех Погонщиков Отбился И Многие Раны Принял И В прошлом Де году Отбагдойского Царя Прислано Было С ним Китайским Воеводою Деду Ихгантимуру Многое Платье Золотое И воинский Боярский Пояс И Всякое Воинское Сбруя И Злато И Сребро И Дед Ихгантимур На посольстве В Нерчинске Воеводе Тому Отказал А Злато И Сребро И Платье И Пояс И Воинской Сбруи Присланный Отбагдойского Царя Не принял И Он Девоевода За деда Ихгантимура На посольстве В Нерчинске Угрожал Русским Людям Войною Его Переход Под Руку Московского Царя Означал Не просто Переход Какого-то Хана Речь идет О земле О территории Которая Находилась Как бы В Его Владении И Уйдя Под руку Россию Он ушел Вместе Со своей Землей Увел Своих Соплеменников И Таким Образом Закрепил В общем-то Огромную Территорию За государством Российским После Присяги На верность Московскому Царю Гантимур Делает Еще один Судьбоносный Шаг В своей Жизни И В жизни Всего Рода В 1684 Году Вместе Со своим Старшим Сыном Катанаем Принимает Православную Веру Крещение Глава рода Был наречен Петром А его Сын Катанай Павлом Князь Гантимур Кроме того Что он был Правителем Он был Еще и Духовным Как бы Сейчас Сказали Лидером Он был Шаманом Руководил Религиозной Жизнью Которую Жил Его Народ В то Время Некоторые Исторические Данные Дают нам Основание Утверждать Что перед Принятием Крещения Князь Гантимур От всех Вот этих Антрибутов Верховной Шаманской Власти Отказался Причем Не только Отказался И даже И уничтожил Для того Чтобы так Резко Поменять Своё Мировоззрение Перейти от Одного Образа Жизни К другому Это нужно Увидеть Какой-то Образец Идеал Кто это Был Православный Священник Или Казак Или Может быть Просто Кто-то Среди Тех Русских Людей Который Пришёл Но он Увидел Именно Ту Чистоту Красоту Православия И это Помогло Ему Принять Вот Это Решение Мне видится Параллель Между Князем Кантимуром И Князем Владимиром И тот Верховный Правитель И тот Решение Принимаемое Такими Людьми Они Принимаются Не просто Так Это Действительно Уровень Таинства Переворот В душе Он Выбирал Не только Для себя А для Всех Тех За кого Он отвечал Кого Любил О ком Беспокоился Это Была Забота И любовь К своим Людям К своим Подданным Как мы Сейчас Сказали Настолько Велика Что Ивенки Его считает Ивенком Тунгуса Тунгусом Дауры Дауром Бурятой Бурятой Монголом Монголом Когда Принимаешь Решение Не только За себя И даже Не только За свою Семью А вообще За весь Народ И за Всех Потомков И для Этого Нужно Мужество 80% Его потомков Как минимум 80% Сохранили Православие И уже Значительно Позже Вот Они Дают Нам Основания Видеть В князе Гантимури Такого Действительно Очень Духоносного Человека Кроме Семьи Гантимурова Активно Православие Стали Принимать И Представители Других Родов Которые Находились В ведомстве Князя И Вот Здесь У нас Подготовлен Документ Челобитно Петру Первому Внука Князя Гантимурова О том Что он Просит Разрешить Ему Принять Православие Документ 1706 Года И Вот Здесь Кстати Обратите Внимание Здесь Находится Родовая Тамга Рукой Вспомнил Вот Лук Как раз И Тупая Стрела Можно Сказать Печать Гантимурова Принимали Православие Другие Представители Других Семей И У нас Есть Метрические Книги Метрическая Книга Ясашных Новокрещенных Тунгусских Родов Родившихся Это Как раз Представители 15 Тунгусских Родов Православные Тунгусы Никогда Никто Из Инородцев Не был Удостоен Такой Милости От Русского Царя Как Гантимур И его Сын За Принятие Православия Они Были Приглашены В Москву К царю Но Пожилой Гантимур Не вынес Тяжелой Дороги И В городе Нарым Тобольской Губернии Приставился А Сын Павел Удостоился Аудиенции И получил Титул Дворянина По самому Привилегированному Московскому Списку В царском Указе От 1685 Года Подробно Описано Денежное Хлебное Соляное Довольствие И все Необходимое Чем надлежит Обеспечить В Нерчинске Дворян Гантимуров Им Пожалованы Подарки Из оружейной Палаты А Некоторых Родственников По просьбе Павла Юные Цари Петр Освободили От Ясака Из-за бедности Кроме этого В указе Говорилось Велеть ему В Нерчинском Против нашего Великих Государей Указу Построить Двор И жить Ему В Нерчинском И к церкви Его приводить И учить По часту Чтоб он Навыкал Православной Христианской Вере Греческого Закона А от прежней Багомерской Веры Отставал А с женами Некрещенными Которые ныне Живут В его Улуси Не пускать А с которой С женой Он Князь Павел Похочет Жить Ее привести В православную Христианскую Веру Ныне Сын Его Князь Павлов Чекулай Оставлен На Москве Для восприятия Православные Христианские Веры И как Он Чекулай Крестится Из Москвы В Сибирь В Нерчинск Отпущен Наказные Статьи 1701 Года К нерчинским Воеводам Петра I И где он Высказал Свою позицию В отношении Гантимуровых Князя Павла Гантимурова Беречь Чинить Ласку И ничем Не оскорблять Но в то же Время И смотреть Накрепко Чтобы Тунгусы Не подумали Какого Худа И не ушли Бо в Китай То есть Тут две позиции Политическая Чтобы он Не перешел В Китай И в то же Время С почетом И уважением Относиться Княжеский Титул И фамилию Гантимуровых Признали В Российской Империи Только за Потомками Открещенной И венчанной Его жены Марии Остальные Дети Катаная От других Жен Получили Фамилию Катанаевы Павел Гантимуров Стал Настоящей Опорой Нерчинских Воевод В охране И укреплении Границ Русского Государства Посол Избранд Идес В 1693 Этот князь Павел Катана Хан Если потребуется Может привезти В течение суток 3000 конных Тунгусов Хорошо экипированных С добрыми Конями И исправными Луками Все это Здоровые И смелые Люди Нередко До полусотни Тунгусов Напав на Четыре сотни Монгольских Татар Доблестно Разбивают их По всем Правилам Останется Забайкалья В составе России Или нет Где пройдет Граница Владений Цинов Окончательно Решилось В знаменательном 1689 году Чтобы урегулировать Этот вопрос Между двумя Государствами Был отправлен Стольник Федор Алексеевич Головин Полномочным Послом Российской Империи Вот когда он Прибыл Кострогу То около Его стен Находились По разным Данным От 12 До 17 Тысяч Войска Китайских И тут На помощь Пришел Тот самый Князь Гантимурович И племена Здесь проживали И уже не он А его сын Старший Привел Все свое Войско Для подкрепления Для лавину Войско тоже Было небольшим Оно бы не Сыграло Той роли Для того Чтобы перевесить Нужно было Брать Хитрость И вот Эта Хитрость Заключалась Следующим Мы сейчас Находимся На этой Сопочке С удивительным Названием Он под покровом Ночи Привел Со своей Войско И двое Суток Водил Его Вокруг Этой Сопки Имитируя То Что идет Новое И новое Подкрепление Ну а Дабы Убедить В действительности Воины Переодевались Воворачивали Одежды Менялись Фрагментами Одежды Чтобы показать Что идут Новые Новые Выска И вот Действительно Благополучный Исход Прошел 27 августа 1689 года Был подписан Русско-китайский Договор Под названием Нерчинский Нерчинский Трактат После подписания Этого договора Нерчинскому Острогу Был дан Статус Города Ну а Вот Эта Сопочка Носит Название Мотальное Или Маятное Мотался Маялся Двое Суток Вот Когда у нас Китайские Делегации Приезжают То Одна из Важных Просьб Это Покажите Пожалуйста Договор И опять Старая Заноза Чуть не сорвала Подписание Нерчинского Договора Уже Прошло 22 года Как князь Гантимур Перешел К русским Но Цины Вновь Потребовали Выдать Его Им Ответили Что Его Уже Пять лет Нет В живых Тогда Затребовали Выдать Сына Катаная Головин Мудро Сослался На то Что Катанай Уже Не Катанай А Православный Дворянин Бавил Гантимуров А Православных Граждан Россия Не Выдает Нерчин Нерчинский Договор В общем-то Чуть не 200 лет Определял Наши отношения С южным Соседом И в общем Тут сохранялся Мир В отличие от Западных Границ Нашей страны Где шли То войны Со Швецией То войны С турками В общем Тут сохранялся Мирный тыл Который обеспечивал Запад И сырьем И золотом И мехами И лекарственными Различными Средствами И так далее И таким образом Благодаря Можно сказать Двум людям Боярину Федору Головину И Петр Мантимур И его сын Павел Я вот их Не разделяю Потому что Они вместе Став православными Лидерами Тунгусского народа Они сыграли Вместе Огромную роль В закреплении Значительной части Забайкалья За государством Российским Вот эти люди Вот этим людям Принадлежит Безусловно Большая историческая Роль Которая По сей день Не очень Оценена Умер первый Забайкальский Российский Князь Павел Петрович Гантимуров В марте 1700 года В Нерчинске Все 10 детей Его были Крещенными Наследственная Власть Главного Родоначальника Фактически Сохранялась У Гантимуровых Вплоть до 19 века Потомки В 1710 году Потомкам Гантимура Были отведены Земли Вблизи Реки Урульга В 1901 году Род был Пожалован Гербом Несенным В общий Гербовник Дворянских Родов Всероссийской Империи Благодаря Гантимурову Многие Народцы Семьями Стали Принимать Православие Гантимуровы Горячо Родили О просвещении И образовании Сородичей Князья Гантимура Большое внимание Уделяли Как раз Миссионерской Деятельности В 1895 году В князе Урульге Прошел Первый Съезд Духовенства И учителей Как раз По вопросам Образования Инородцев И одним Из решений Вот этого съезда Было Более активно Строить Церкви И открывать При них Приходские Школы Процитирую Документ Выступления Князя Николая Гантимурова На этом съезде Осенью 1894 года При обозрении Мною Подведомственных Мне Тунгусов Я убедился Что уровень Народного Просвещения И образования Находится Весьма Недовлетворительном Состоянии Так Например В Кужертаевской Управе Пять стацанов И ни одной Православной Церкви И ни одной Школы Причина Такого Неотрадного Явления По моему Мнению Заключается В чрезвычайном Вредном Влиянии Ломаизма Да и в остальных У правах Тоже мало Церквей Школ И грамотность Также слабо Развита Все это Тяжело Отзывается На благосостояние Тунгусов Поэтому Предварительно Испросив Разрешение Начальства Я приглашаю Вас Милостливые Государи Обсудить Замеченное И высказанное Мною Чтобы поднять Народную Нравственность Народное Образование И вообще Благосостояние Тунгусов Постепенно Ослабляя Вредное Влияние Ломаизма И других Неблагоприятных Обстоятельств Наследники Гантимура На свои Личные Средства Основали Два Православных Храма Вблизи Нерчинска А в родовых Урульгинских Землях Возвели В 1784 Году Казанско-Богородицкую Церковь А в 1882 Году Храм Во имя Апостолов Петра и Павла В память Об основателях Рода Гантимуровых Петра и Павла Князь Александр Васильевич Гантимуров Был главным Руководителем Этого Дела Он Представил Общественный Приговор На утверждение Высокопреосвященного Вениамина Архиепископа Иркутского Во время Его пребывания В главном Городе Забайкальской Области Владыка Преподал Своё Архипастерское Благословение На создание Храма В память О первом Озарении Светом Христовым Древней Даурии После Революции Эти храмы Были стерты С лица Семьи Потомком В первую очередь Является Не тот Кто формально Носит фамилию Гантимуров Катанаев А потомком Является Тот Кто Является Продолжателем Тех славных Дел Того Великого Подвига Того Труда Который Совершил Князь Гантимур И сын Его Катанай И поэтому Потомки Это те Которые Знают И помнят О любви К России О любви К вере Православной О любви К Забайкалью К нашему Родному Забайкалью И продолжают Трудиться Независимо От должностей Мест служения И даже Места жительства Та любовь Которую Он здесь Заложил Она Эта любовь Открыла ему И веру Православную Которую Он пришел Открыла И необходимость Перейти Под подданство Русского Царя Что он Тоже Совершил И благодаря Этому Мы сейчас Здесь На благословенной Забайкальской Земле И живем Родовое Родовое древо Гантимуровых По сообщению Московских Церковных Ведомостей От 1885 Года К концу 19 века Разрослось До 11 тысяч Человек Род Основанный На твердом Камне Православной Веры Вместе С богатейшими Землями Подарил России Верных Сынов И дочерей Русских Православных Тунгусов Людей Верных Своему Делу Трудолюбивых Ответственных И бесконечно Преданных Родине Среди них И выдающиеся Государственные Общественные Деятели Ученые Мореплаватели Писатели Зодчие И люди Обычных Профессий Учителя Железнодорожники Телеграфисты Почтальоны Ну и конечно же Защитники Отечества Награжденные За отвагу И воинскую Доблесть В первую Мировую В боях За Холкингу В Великую Отечеству Поистине От доброго Корня Добрые плоды У нас семья Считается казачьей То есть у меня Прадед Из казаков Собственная Прабабушка Из казачьей Семьи Токмаковы Но Когда мы Поднимали документы От моего прадеда Отец У него Не служащий Дворянин Но Иоанн Васильевич То есть мой прадед Он уже В документах Чистился Как казак Отец Рассказывал Что давным-давно Был Хан Тимур Хан Тимур Ган Тимур Потом пошел Отец Ган Тимуров Художник Разносторонний У него жанр был Из натуры Рисовал Людей Пейзажи Было даже Авангард Ну Ответственный Исполнительный Про меня Можно тоже Сказать Что упертый У меня Своих Четверо детей Старшим Уже 20 лет Они близнецы Сейчас один из армии Вот придет Где-то через недельку Наверное Второй пока учится Дочка Средняя 8 лет И младшая Дочка 10 месяцев Дети Наше счастье Ну самое главное Качество Как мне кажется Что это Во-первых Ну трудолюбие Потому что Дед как бы Работал Долго в одном месте Отец у меня Всю жизнь Также проработал На одном месте Не меняя профессии До самой пенсии Второе Это качество Это семья Нужно воспитывать детей Чтобы они были Грамотные Умные в наше время Вот у меня Трое детей В нашей семье Как бы воспитывается Конечно Любовь к родине Вот брат двоюродный Уезжает на Украину Ну по мобилизации Будем ждать его с победой Все Мои родственники Начиная от деда Все в армии служили Это дед служил Отец служил Я служил И сын соответственно Тоже пойдет В армию Сложить Потому что родину Нужно защищать Помню просто Детство И папу Да и маму Значит Был такой Ну вот Мы же Гантимуровы Для меня Это была ответственность И я старался В период трудовой деятельности Ну скажем так Соответствовать Своему внутреннему пониманию Горжусь тем Что Я носитель Такой фамилии И Историю вообще Князя Как прородителя Нашего рода Гантимурова Она поверьте Очень интересная И Гантимуров На самом деле Кто-то здесь остался Кто-то разъехался Даже за рубежом есть Какие были люди Какие они великие дела сделали И память оставили И самое главное Это все Вот То что наверное Когда-то Вот было время Разбрасывать камни Пришло время Камни собирать Музыка 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 Музыка